Смотрите, какой огромный тетерев! Всем привет! Приехала я в заброшенную деревню. Посмотрите, стоят дома. Все они заброшены. И в той стороне дома тоже заброшены. Сейчас я похожу по этим домам, покажу вам быт деревенских жителей. Такая большая деревня, и всю забросили. Жалко, конечно. Но никуда не денешься. Люди уезжают, бросают. Но все хотят цивилизации. Вот стоят три дома. Раз, два, три. И вот там сруб далекие видно. Наверное, тоже дом стоял, сгнил. Береза вековая. Крыша у домов еще хорошая. Смотрите, шифера. И с этой стороны вот тоже дом. Крыша хорошая. А у того дома уже упала спереди. Ну, пойдемте в первый вот этот маленький дом. Попереди три окна. Посмотрите, сколько люди наши употребляют. Бутылок сколько лежит. Там, наверное, темно еще. Сейчас фонарь включим. Ух, какая дверь расписная. Ой. А тут все упало. Посуда. Смотрите. Чердака-то нет уже. Весь упал. Чемоданы старые лежат. Люди здесь жили. Огороды сажали. В деревне, конечно, работы нет. Поэтому люди и уезжают. Аккуратно. Не провалиться. Письма. В календарика нету. Посмотрите, в каком году. 2007 год. Смотрите, календарь висит. Новости. Жизнь района. Кровать. Стол стоит. Телевизоры. Телевизоры. Сарай вообще упал. А здесь бутылок куча. Вот такой первый домик. Лесенка. Идем в следующий дом. Вот еще один дом. Замков нету. Ой, здесь все упало. Это крыльцо. Сарай тоже рухнул. Вон какой стол красивый был. Ой, а тут вообще... И даже не зайдешь. Все рухнуло. Можно идти дальше. Ой, скользко. Вот еще дом. И в той стороне дома. Свет ни к одному дому не проведен. Замков нету. Сейчас зайдем вот в этот дом. Смотрите, какая лавочка красивая. Близная, старинная. А это, наверное, подсумок охотника. Полный гвоздей. Ой, сколько бутылок тут напито портвейна. Чумодан какой-то интересный. Тоже лавочка. Тоже лавочка. Сундук. И счеты. Все считали здесь доходы свои. двери. Это, наверное, дверь в сарай, который упал. Тот страшно даже и вступать. Провалишься. Просто здесь я увидела стекло от керосиновой лампы. и крышечку от графина. А здесь уже даже телевизор и полов нет. Полы сняты. Печка русская. Посмотрите, стоит на срубе. Чердака тоже нет. И кругом одни бутылки. Это что такое интересно. Смотрите, какая-то старинная брица. Я таких еще не видела. Вот так дома все изгнивают. Жалко, конечно. Но что делать? Люди все хотят цивилизации. Даже смотрите, керосиновая лампа целая. Обуви полно всякой. Ботинки. Вот бутылочку бы старинную с надписями найти. Но ничего нет. Все современное. Керосинку заберем. Радиола. Жалко. Военный, что ли, тут жил. Телевизор. Этот дом покинули в 2014 году. Матрена Московская. И смотрите, портрет, наверное, хозяина дома, который здесь жил. Телевизор. Красный угол. Аптечка. Очки. Календарики висят. 2015 год. А тот какой? 2014. Значит, в 2015 году покинули этот дом. Это кухня, наверное. Большой дом. Посмотрите, какой много места. Печка русская. Заслонка. Старинный секретер с горшком. С кринкой. Ступка деревянная. Думаю, что это такое в том доме тоже было. А это рюмка лафетник разбитая. Шива. Шива. Заслонка. Смотрите. Смотрите. Малыш. Один из воды. Один из воды. Один из воды. Один из воды. Водится из воды. Это еще. И вот еще. старинный шкаф и везде как они называются-то забыла галстук на стене висит еще одна радиола смотрите тоже старинная комета а это какая-то темная комната везде вещи висят ну идем в следующий дом вот сейчас я была в том доме вот этот дом уже поменьше маленький ничего люди не сажают все заброшено огороды тоже дом открыт да здесь уже пол накренился от дождей сарай упал здесь тоже все в падшем состоянии крыша течет дом разрушается буржуечка была сделана кровать а здесь календарь 2008 год люди что-то писали кошельки лежат свечка горела тоже красный угол диван старинный стоит посуда красивая глиняная только видите края обколоты наверно старинная вещь была печка тоже шифонер старинный не знаю как уж все снимется не угадаешь пустой но целый шифонер я у бабушки такой же диван с яблочным спасом под гармошку и в пляс стол стоит это наверно кухня старинный вот такой сервантик красивый какой здесь должно так выезжать ручка деревянная закрываем а здесь посуда у людей кошельки не открывается пустой без монет смотрите баночка старинная туши это аптека вот графин вот таких штучках могут быть монеты монет нет крантик от самовара сломанный учение преобразует учение преобразующий мир а это что-то глиняная даже не знаю что это такое он тяжелая что-то может старинная крайник заберем шкафчик закроем вот еще керосиновые лампы ой смотрите это от лампадки такие вещи редкости встречаются это я точно заберу да еще синее стекло какая красота вот эта вещичка так вещичка таких столах так и вот здесь вот здесь уже потолок упал паутина не провалиться бы на посмотрите чердак упал смотрите какая ваза красивая но разбитая печка русская рукомойник не работает жалко что разбитая так выходим посмотрите какой стол весь резной у красавец это ящик из него уже кто-то вынул залезла я на чердак в этом доме и смотрите и металлоискатель не нужен кран от самовара лежит и весь целый смотрите какой огромный с ладонь мою и вертушок надо же вот эта находка классно тем более кранике мне очень нравится отлично отлично бронзовый отлично находка смотрите сито стоит в нем какая-то посуда лежит интересно вот это стопки это лафитник вот такой формы тоже лафитник их тут три какой-то первый сорт тарелочка а на ней какое-то какое-то здание старинное не знаю современное несовременное молочник смотрите вилка какая-то большая и интересная ложка похожа на мельхиор с посеребрением а здесь написано клеймо виллер 9021 это немецкая ложка трофей может а может куплено в россии машинка для подстригания волос и рабочая вроде с ссср чайник вот такой интересный смотрите какой расписной красивый 59 год песочная завод песочная пыз а вот это сито интересная посуда и ложки и вилки чего только нету и здесь что-то написано рост рост рест по-моему это тоже похоже ручка на мельхиор а здесь похоже вставили и сама то она вот это то не мельхиор а не ржавейка поищу похоже здесь еще если что-то найду покажу посмотрите в карманах я нашла две бутылки вот эта бутылка огромная литра на три самогон горилку в нее наливали пили раньше но это бутылка старинная на ней должны быть пузыри а вот это я думаю бутылка из-под лекарств но не такие большие очень 50 сантиметров а это чуть поменьше интересные находки что-то в них хранили вот в этой потом после лекарства и вообще что в таких больших бутылках могло быть а может из-под вина не знаю но прикольные находки вот такие два веретина еще мне попались когда-то они служили бабушкам и бабушки на них пряли из овечьей шерсти один с рисуночком каким-то полосочкам другой простой но большие веретена это точно старина а может с советских времен начало носки вязали жилетки ну еще что-то другое вот еще в карманах нашла два графина одинаковых вот такой один маленький графинчик с рисуночком вот здесь вот икринка молоко в ней топили в печке вкусное такое было а за пенку все делились кому чтоб пенка досталась я такое больше молоко топленое никогда не пила как у бабушки в деревне с металлоискателем не хожу по чердаку так ищу визуально глазами прошлася по всему чердаку больше находок я не нашла ничего такого интересного цена 90 копеек дом три окна спереди наличники стоят люди здесь жили огороды сажали деревне конечно работы нет поэтому люди и уезжают провода обрезаны света нет вот еще один дом и встречает меня сразу ух ты какой тяжелый сундук посмотрите какие бревна добротные еще дома бы стоять не знаю сколько лет зеркало ложка смотрите какая деревянная старинная это двор полочка шифонер иконка висит богородица по моему казанская божья матерь тоже зеркало а этот дом сервант совсем пустой но сервант то какой красивый резной подвал открытый подпол так не пойду тут ой ой следующий идем а здесь тоже что то старинное стоит темная комната ой смотрите какая красота ой мокрая вся прялка красота прялка красота хочу вам показать смотрите какая красавица ну ладно пойдемте в следующий дом посмотрите рядом с домом трактор стоит уже брошенный ну краска сохранилась ручки открыты а вот эти траки что находят копатели металлоискатели ух тут их сколько много закрыто вот такой трактор стоит ржавеет а когда то он в полях работал слушайте написано на тракторе Казахстан Андрей привет Казахстану видите видите надо же как же его на металлолом только еще не разобрали поднялась я наверх и посмотрите какая красота стоит есть портреты а вот этот чайник точно это кузнецовский фарфор самое интересное что журналы мурзилка смотрите я вам иконки хочу показать что что вы 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 Продолжение следует...